Я сейчас еду в магазин, мы вернулись с прогулки, Бузька дома, еду за продуктами, сомнительное удовольствие таскать все эти сумки, но у меня закончилось кофе, если бы не кофе, я бы еще могла потерпеть, потянуть, и закончился стиральный порошок. Я открыла крышу, и знаете, когда собиралась менять машину, смотрела всякие ролики про кабриолеты, мне было интересно, можно ли их использовать в холодное время года. Оказывается, можно. Это тем, кто, например, хочет кабриолет, но сомневается. Ну, нужен такой климат, знаете, не холодный, конечно, чтобы подольше покататься на машине с открытым верхом. Потому что у нас сейчас вот 8 градусов, я все равно открыла крышу, потому что печка стоит на 25,5 градусов. Стекла подняла, а верх открытый, то есть много-много воздуха, и мне это очень нравится. Муж у меня чуть-чуть сквознячет, и все. Он начинает чихать, говорит, у меня глаз продуло. Видите? Там еще что-то придумывать. В общем, не любят свежий воздух. А я просто обожаю. Ох, еду, балдею. И мне даже не важно, вот это БМВ или еще там какой-то другой марки машина не пропустит меня. Ну, притормозил, а я вообще всех пропускаю как лох. Ну, спасибо, сказали. Ну, нет, вру, почему мы купили эту машину, потому что здесь твердый верх, твердая крыша, не тряпочная. Это большое преимущество. И даже если это старая БМВ, вот я смотрела БМВ 13-го года, даже 9-го, там тоже твердый верх. Можно было бы проскочить, но я уже не успеваю, постою. Дома столько работы, не знаю, за что хвататься, господи. Уже хочется это пати доделать. Вчера на кухне простоял допоздна. Там еще вчерашняя посуда осталась. Эти, знаете, котлеты там всякие. Сковородки жирные. Вот все, что мясное готовится, всегда жирная посуда. И меня как-то бесит. Что делать? Мои помощники далеко. Имеются в виду мои дети. Живут своей взрослой жизнью. А я своей. Моей дочери тоже, кстати, мясо не едят. А мужья готовят сами себе. Их мужья. Где бы мне притормозить. Довольно таки людно сегодня. Я всегда подальше останавливаюсь. Все, приехали. Тут тоже так красиво. Кругом деревья. Чудеса какие. Ну что, пошли на штурм-магазину. На улице такой литер, что с ног сбывает. Ой, какие милые корзинки. Так, у меня с собой список. Яйца. Зайцы. Не знаю, в этом году мы поедем. Церковь с мужем или нет. Нужно для начала хлеба прикупить. Я спекла всего лишь одну буханку. Что здесь есть? Есть еще тепленький, кстати говоря. Классный, свежий хлеб. Ручки всегда протираю. А ну, что здесь есть из фруктов? Что-то, нектарин. Он какой-то такой жестковатый. Виноград. Черешни. Виноград. Арбузики. Клубничка. Сижу, как суцик, мерзну. Ветер. Температура, ну, может быть, плюс два, не больше. Муж меня выгнал из дома. Сказал, забирай собаку. Он открыл там двери настижь и носит сумки из машины. Вот я на стоянке была последняя, когда вышла из магазина. Я тоже там сидела, оглядывалась, думаю, блин, что ж я так затянула с этими покупками. Три часа ходила, все вспоминала. И это надо, и это надо. Когда в результате, я когда пошла в магазин, у меня в багажнике лежали сумки. А сейчас в магазинах пластиковые пакеты не раздают. Боже, меня на кассе спрашивают, ты будешь покупать сумку? Я говорю, нет, я вспомнила, что у меня в багажнике остались. И все это, знаете, мелкие эти детали перекладываешь из одной корзины на кассу. Потом с кассы в другую корзину, потому что не помещается. Потом я эту корзину, телегу эту огромную, притащила к машине. Давай искать сумки. Ветер ураганный. Я замерзла. Поехала в легкой курточке. Блин. Потом эти сумки неподъемные, давай грузить в машину. Открыла, крышу открыла. Естественно, на заднее сиденье все бросаю. И на переднее пассажирское. Сейчас муж носит сумки, говорит, они неподъемные. Я говорю, а ты как думал? А я вот так вот тоже таскаю в магазине. В общем, бусик там сидит под дверью. Я здесь дверь закрыла. И ждет, чтобы его пустили, чтобы он там пошел разбираться с покупками. Я заплатила 345 долларов. Честно говоря, удивилась, потому что я думала, что будет значительно больше. Цены еще выросли. Вот понимаете, я думаю, когда все это остановится. Вот эта вот инфляция. Поэтому я думаю, что я немного потратила на этот раз. Ну, это большая была закупка, как бы. Я даже не покупала там красную рыбу. И вообще рыбу не покупала. Рыба очень дорогая тоже. То есть, например, сальман, красная рыба, как ее называют по-русски. Ой, я забыла. Короче, красная рыба. Лосось. Стоила где-то в пределах 11 долларов. Сейчас 15. Вот посчитайте, на сколько процентов выросла цена. Но я бусик, он уже шкрябает дверью в стекло. Потому что холод дикий. Просто ветер гуляет по дому. Закрыла здесь дверь. В бейсменте. Что я говорила? Устала, как вообще. Еще посуды не успела помыть сегодня. Вчера целый день на ногах кушать готовила. Сегодня вот магазин. Пока с собакой погуляла. Ну, вот так вот. Сейчас пойду еще все это там раскрепать, убирать. Что-то хотела сказать еще. Уже не помню. А вот мой бусик. Скрябает. Ой, очки падают. Там дверь закрыта. Муж сумки носит. Поэтому сейчас пойдем. Вот ждем, мерзнем. Будем разбираться. Холод реально дикий. Дикий холод. Буся-бара-буси. Муж говорит, пошли вместе разбираться. Он все выгрузил из сумок. Вот это вот все. Говорит, спина разваливается. Ну-ка, брысь. Брысь. А я говорю, представляешь, как у меня спина разваливается, когда я все это из двух тележек загрузила, сумки поскладывала. Ну-ка, брысь. Брысь, сказала. И все эти тяжеленные сумки потом складывала в машину. Так что у меня спина тоже разваливается. Спрашивает, почему ты эти посылки еще не раскрыла? Ну, потому что две руки, как бы, у Светочки. Не четыре. Вот хочу еще дом вымыть. Потом посылками займусь. Он говорит, сначала посылки раскрой, потому что опять грязь будет сыпаться. Бусинка. И посуда у меня еще не помытая. Вот столько сумок он разгрузил из машин. В общем, сейчас приступим. Ой, гусянька здесь играется. Песенки поет, да? Кто там такой у тебя? Я уходила, ему подогрела еду. И он не захотел кушать. Потому что он понял, что мама идет в магазин. Здесь был сухой корм. И вот мы все домой собрались. И Бучка все пожирал. И это. И вот это вот ел холодную. Триндец. Так, что я купила в результате? Показываю. Хлеб был теплый еще, свежий. Но в машине задубел. Вот этот хлеб был. Этот хлеб дорогой. По три с половиной, по-моему, до четырех долларов. Одна такая булка. Муж говорит, пеки сама хлеб. Дорогой хлеб США. Эти две буханки были на распродаже. В общем, одна такая хлебина стоит обычно до пяти долларов. В этот раз было две за три доллара. Видимо, уже срок годности приходит к концу. Так, купила круассаны, чтобы муж, может быть, брал с собой на работу. И мне почему-то захотелось на утро. Это такие слойки с вишневым повидлом. Это мне сыр на горячие бутерброды. Я люблю утром покушать. Это купила крабовые палочки. В общем, на 350 долларов покупка. Еще раз повторюсь. У мужа скоро день рождения. Может, сделаю салат. Это стиральный порошок. Подорожал. Это тоже стиральный порошок для деликатных вещей. Огурчики у нас заканчиваются. Вот такие вот кошерные я покупаю. А они вкусные. Не очень соленые. Так, купила две банки вот такого вот соуса. Можно со спагетти, с картошкой в супы добавлять. Это для тела, для купания. Это большая бутылка, банка специй. Две горчички, потому что у меня муж позабирал всю горчицу. Это мой кофе. Колумбийская. Это цветочки. Гладиолусы. Хочу уже на Бэк Ярд высадить. Там солнечная сторона, потому что на фронт-ярде, на передней двери, плохо они растут. Это какие-то тоже такие вот цветочки. Нужно перевести, как они по-русски называются. Я соблазнилась розовым. Так, бананы органик. 55 центов за полкилограмма. Разные помидорки купила. Черри. Коктейльные помидорки. И такие большие, парниковые они были по скидке. Кукурузу я люблю иногда покушать. Зеленый лук. Здесь у нас огурцы органик. Удивительно, что они были по доллару за штучку. И довольно-таки тверденькие. Это по скидке тоже была органическая рыба. Сальма. Красная рыба. Натуральная. 5,60, по-моему. 3. 2 упаковки. Или 3, я не помню. Сколько? 2 упаковки, наверное, да? Да, 2 упаковки. На бутерброды, конечно. Это у нас что это? Филе рыбное. Дикая рыба. Запекать. Если не успеваешь, надо приготовить. Это пицца. Всегда держу про запас. Это мороженое. Неаполитанское мороженое. Вот такое вот. Это сорбет. Захотела попробовать. Никогда не ела такую штуку. Это молоко на всякий случай. Может быть, на пюре. Сок органик. С кольцем. Шампиньоны. Это у нас два... Как это называется? Господи. Синенькие. Как это называется? Короче, вот это вот. Баклажан, что ли? Корм собак супер премиум уже закончился у нас, поэтому нужно было пополнить запасы. Это собаки. Разные консервы. Это с говядиной. Это... В общем, с говядиной. С... Кэш сальмон. Валда. Короче, с рыбой. Это бизон. Говядина тоже. Так, это мандаринки. Вот такие вот крупненькие. Классные. И апельсинки. Это дынька была на распродаже. Два доллара за дыньку. Ананас. Два доллара. Воду я не покупала. Еще запасы остались. Это вот омега. Классная штука. Она дорогая. Зараза. Семь долларов. Здесь орешки. Ягоды. Манго. Подсушенное такое. Привяленное. И семечки тыквы. Классная штука. Это тыква собаки. Все нужно срочно прятать. Особенно то, что должно идти в морозилку. Что здесь? Четверть курицы. Это собаки. Это купила на пробу. Какие-то... 120 штук. Рыбные палочки. Но мои это любят погрызть. Даже пес. Чипсы. Слушайте, соблазнилась. Уже сто лет не покупала чипсы. Эти были на распродаже. Два за шесть. А это вот из магазина фудлайн. Ну, обычные. Что здесь? Сметана и лук. 18 штук яиц. Не всегда бывает. Органик тоже. Натуральные. А где написано, что органик? Может, не совсем органик. Ну, написано. Я люблю эту фирму. Вот. Это грушки. С нитратами, конечно. Это авокадо. И соблазнилась на киви. Потому что сейчас, ну, весна. Выбор фруктов не очень-то хороший. Была еще клубника. Я не захотела. Тоже химическая. А вот эта буха балуется. О, это он мой хороший. Так, ну, пожалуй, все. Картошка какая-то другая. Обычно я покупаю картошку другого сорта. А это какая-то... Айдахо. Из штата Айдахо. Может быть, она не будет сильно так, знаете, развариваться. Потому что я покупаю картошку другого сорта. И когда я жарю ее, она становится мягкой немножко. Посмотрим, что это за картошка, что это за сорт. Ну, все. Пожалуй, показала. Нужно убирать. А самое главное. Вот это я купила бусику. Это мороженое похоже для собак. Я просто искала себе мороженое, вот. И увидела вот это вот. Фирма Пурина. Ну, эта фирма не очень-то такая, знаете, дорогая. Нужно почитать, что здесь написано. В каких пропорциях можно дать песику. А, кстати, муж говорит, ты все поснимала? А я вот не поснимала, что. Вот, туалетная бумага. Я сегодня прифигела немножко. Раньше такая упаковка стоила где-то 6 долларов. Сегодня 8 с чем-то до 9 долларов. Хоть стой, хоть падай. Вот так вот цены выросли. Ну, и все сняла? Да, все сняла, можно убирать. И свои там... Все-все, можно убирать. Я это чистый, все поснимала? Да, все. Спасибо, родной. Пожалуйста. Здесь еще навалено. Я забыла снять. Вот, у нас потерялся нож. Это чистить морковку и картошку можно. Он очень удобный. Я ненавижу чистить морковку обычным ножом. Потому что все летит в лицо. Это кукурузное масло. Рис не было. Коричневого риса. Вообще выбор был небольшой. Ну, это упаковка 3,50 где-то стоит. Это тоже от магазина Фодлайн. Поэтому я купила. Это фарш. Это мужу колбаски. Тоже были по скидке. Это макарончики у нас закончились. И не было большой упаковки. Купила вот такой вот средний, что ли. Это пюре. Если, например, срочно нужно что-то приготовить, я всегда имею такой запас. Пожалуй, все показали. В общем, это такая интересная штука. Я никогда, конечно, своих собак до бусика этим не баловала. Здесь написано, почему только люди должны получать удовольствие. Почему, значит, ваши собаки должны от этого страдать. И разработали такое вот мороженое для собачек. Вот здесь вот написано, что никаких искусственных веществ добавлено, обогащено витаминами и минералами. Вот это я сейчас попробую бусику дать в качестве лакомства. Он уже покушал. Интересно ему понравится или нет. Я сама прям заинтересована. Порми, служечки. Пробуй. Лежи давай. Лежи. Нет, сначала ему дам обрезать вот это вот все. О! Давай, пробуй. Вкусненько? Угу. Давай, 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 давай. Оно без сахара, правда. Давай, Буся, давай, давай, давай. На, пробуй. Ага, сейчас пробует. Сейчас распробует вкус. Ну, давай. Вкусно? Слушай, ест. Сад, движет все. Вкусненько, да, маленький? Мороженько для собачки. На, на, вылизывай. Прикольно. Ну, вот, теперь можно отсюда его пробовать, да, Буся? Или ему переложить надо в бадью? Он не может языком отолезать, наверное. Надо, наверное, на тарелочку переложить. Да ну. Или сам так съест все. Буся, бери, держи лапами. Вкусно, Буся? Вкусно? На, 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 бери, на, бери еще. Да подожди. Их ты сладкий, да. Ой, мама тебе вкусняшку купила, да? Десерчик такой, да? Кожай, кожай, кожай. У нас мальчик балованный, внимание любит. Чтоб возле него были мама и папа. Чтоб все смотрели на него. Да будешь, я говорю. Ну, иди сладкий. Давай, давай, ищи куши. Да, будешь, я говорю. Да, будешь, я говорю. Можно я на пол поставлю поставить? Он вообще не понял, что это за счастье такое. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Снимай. Да, снимай. Ой, у него морда выможена. Давай, 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 облизывайся. Давай, давай. Ну, он сейчас съест сейчас.